Ну, понимаете, вот опять же на Западе, да, и я наблюдаю жизнь как бы с двух сторон, да, поскольку я как бы живу в двух сферах, как нимфа Ниреида, которая жила и в воде, и на земле. Вот я живу и на Западе, и на Востоке. И я могу сказать, что на Западе шоу-бизнес – это действительно шоу и действительно бизнес. Бизнес – это ведь очень строгое слово, да, это дело, это у бизнеса есть свои законы, жесткие ограничения, этого нельзя, это нельзя нарушать. А в России нет ни шоу, ни бизнеса, понимаете, а есть сплошное, к сожалению, жульничество, ну, во многом, конечно, я не хочу огульно всех обвинять, наверное, есть какие-то и честные продюсеры, и хорошие, талантливые певцы, певицы, ансамбли, танцевальные, я не знаю, какие. В России очень много талантливых людей, но, к сожалению, вот так устроена жизнь, что очень мало из этих людей могут пробиться, да, и чтобы пробиться, нужно пройти какие-то очень часто грязные ворота, да, вот так сказать, испачкаться, измазаться, и потом какая-то девушка все-таки выбивается через эти ворота и смотрит, что она становится звездочкой, а может быть даже и звездой. И это, конечно, ужасно, и главное, что вот в России все подчинено только одному – наживе, да, вот как ни странно, вот мы говорили, что на Западе капиталисты, да, а не только о деньгах, о деньгах, о деньгах. Да, конечно, там бизнес есть бизнес, но там талантливый человек, вот он пришел со стороны, совершенно со стороны, да, и ему вдруг открывается дорога. Для этого есть масса телевизионных каналов, масса специальных передач, чтобы открывать таланты, да, у них есть такая программа, которая называется «America got talent», в Америке есть талант, и бесконечное количество молодых, ну, у нас сейчас тоже есть, ну, это, правда, не наши форматы, голос тот же, да, или как, ну, минута славы, да, ну, есть, это ворованные форматы, ну, бог с ним, весь мир пользуется одним и тем же, да. Хорошие форматы, действительно, иногда пробиваются какие-то свежие, новые люди, но, ну, условно говоря, давайте вспомним голос, да, вот, ну, не принято говорить о других каналах, но, тем не менее. Хорошая программа, замечательная программа, есть талантливые люди, да. Вот прошло уже, сейчас идет третий сезон, да, мы помним кого-нибудь из первого сезона? Вы можете сейчас назвать, кто там выиграл? Никто не помнит. И я знаю этих людей, многих из них, ну, просто так случилось, что я лично знаю. Те, кто были кумирами первого сезона, прошло два года, они почти все безработные, да, так сказать, их как бы выбросило этой волной наверх, они стали знаменитостями, их носили на руках, потом пришел второй сезон, пошли вторые, пошел третий сезон, а кто будет заботиться о том, чтобы эти люди работали, ведь это талантливые люди. Не, продюсерам на это наплевать, они его использовали, выжили как тряпку и выбросили, увы.